и пойдем дальше по множествам и то, что с ним можно делать. Надеюсь, что в второй половине успеем про конусы и двойственных книг. В следующий раз начнем с революции и то, как брендент с революции. В следующий раз начнем с революции и в следующий раз начнем с революции. Домашнее упражнение после этой лекции, проверьте, что это множество не является революцией. В следующий раз начнем с революции. В следующий раз начнем с революции и в следующий раз начнем с революции. В следующий раз начнем с революции и в следующий раз начнем с революции. В следующий раз начнем с революции и в следующий раз начнем с революции. В следующий раз начнем с революции и в следующий раз начнем с революции. В следующий раз начнем с революции и в следующий раз начнем с революции. В следующий раз начнем с революции и в следующий раз начнем с революции. В следующий раз начнем с революции и в следующий раз начнем с революции. В следующий раз начнем с революции и в их количество, которое не 0, это и есть определение ранга численного. Потому что там могут быть, как я уже стал численно, 10-10, 12-20, и если вы это будете опять же вычислять руками, то у вас может получиться совершенно не 0, но на самом деле там с точностью достаточно для того, чтобы решить какую-то реальную задачу, чтобы ее можно было отбросить. Вот, поэтому здесь видно, что условно 150-150, это уже 10 минут 3, и видно, что уже достаточно неплохо все это приближается. Несмотря на то, что там 400 системы, это все было отбросить. Так, теперь более реальная проблема. Надо взять какую-нибудь ERC, типа языковую модель. Например, показан, я надеюсь, видео, если видно, сейчас я увеличу, сколько параметров в них содержится и сколько их надо вперед сохранить. В общем, вот это вот, типа, миллионы, и тут вот, типа, за три, она из последних, типа, миллиардов чисел. То есть вы ее, как бы, не только там получите, но и сохраните как-то правильным образом, что это не очень просто. Поэтому тут тоже надо что-то сжимать. Часть методов как раз таки особо на малорабом передвижении этих лесов, то есть там некоторые пункции, из которых эта штука строится. В общем, так, да. Пытаются пожать именно за счет того, за счет выкидывания избыточных величин. И использование внутренней инструктуры малораба, как вообще все образуется внезапно, случайно, в процессе обучения. То есть тоже там оптимизация как-то функционал происходит. И поэтому, в общем, все это один из подходов, который помогать. Вообще можно этот обзор посмотреть, кому интересно, про то, какие методы сжатия основаны именно на малорабом. Это про приложение. Ну и последний, который был упомянут в прошлый раз, это цифрук оптиминация. Это стандартная форма задачи. Иногда было сейчас что-то немножко печать. В этом случае будем отдельно обговаривать, что происходит. И почему это то и то же. То есть мы хотим минимизировать внутреннюю функцию. Вот определение. Пожалуйста, его надо знать. При условии, что ограничение равенства линейное и ограничение равенства тоже будут применять. На следующей лекции мы узнаем, почему вот это то же самое, что и по сути дела сказать, что мы хотим минимизировать внутреннюю функцию за внутреннюю множество. То есть все иксы, которые задаются вот таким вот образом, они задают внутреннюю множество, которые будут понятны сегодня. И после того, как вы узнаете внутреннюю функцию более подробно, то на вашем упражнении проверить, что вот это что-то летит за внутреннюю множество. Это полезное упражнение, чтобы заодно понять, почему. Если в рамках будет что-то отличающиеся от линейного, то все станет очень любым. Это еще и упражнение. Диаметрия этой штуки будет провести на чуть позже. Важно, что такие задачи у вас в случае нету аналитического решения. То есть если вы только численно и методы можете использовать, чтобы он будет решить. В частности, такие числу, где вы про люди говорили в 2-й половине, это будет, наверное, там, 5 октября. Причем проблема, часть это заключается в том, что вот из того, что вы написали, исходя из каких-то разумных соображений достаточно непросто найти... Так, я забыл микрофон надеть. Наверное, это... Наверное, это... Ладно, да, сейчас, секундочку. Да, часто не очень просто подогнать этот... Ну, не подогнать, а преобразовать задачу к такому виду, чтобы она была вот в такой вот форме и все было выпукло. То есть можно... Мы увидим, когда перейдем к оптимизации на конусе полуопределенных матриц, к формулировке, которая как бы с одной... Если ее как бы оставить, как она есть, то сдача не выпукла все плохо, а если воспользоваться некоторым там специальным свойством, то это можно переписать так, что она станет выпукла внезапно. То есть такие вот разные трюки мы тоже немножко обсудим. Ну, собственно, да. Про вот это будет отдельная лекция про то, как существующие пакеты решают такие задачи, по максимуму облегчая их применение в просто пользователях. То есть там не надо писать кучу кода, просто пишите. Функция такая-то, ограничения такие-то, туда ограничения такие-то, перемены такая-то, solve. И он вам все решает. Вот. И никаких там страданий. Ну, это понятно, что общий вид, поэтому там свои минусы есть, про которые мы тоже что-то говорим. Вот. Но как бы если нужно что-то потестить, то как бы вот записали, отправили в solver, он во все буду. Вот почему это работает, почему, как это устроено, почему это вообще работает, вот мы в отдельной лекции будем про это говорить. Вот. Так. Да, собственно, про важность выпуклости. Тата Тирула Рокопиллара, автор книжки по выпуклому анализу. Вот. Что основа до раздела лежит не между линейностью и нелинейностью, как во многих других областях науки, а между выпуклостью и невыпуклостью. Вот. То есть там в 50-е и 60-е годы, когда разбирались иным программированием... А, ну ладно, мы еще поговорим ближе, там, когда про конусы начнем, пойдет и пойдет речь, будет понятно. Вот. То есть здесь даже не линейные задачи, которые являются выпуклыми, это успех. То есть их можно решать достаточно успешно и получать какие-то разумные результаты за разумное время. Вот. Теоретические причины у этого следующие, что для выпуклых функций и выпуклых задач локальный минимум является глобальным. То есть все методы локального поиска, которые мы будем обсуждать в применимости к выпуклым задачам, будут давать одновременно и глобальный минимум. Утверждение докажем на соответствующей лекции. Вот. Ну и, собственно, почему это, собственно, часть теории, вот это более часть практики. Почему можно методы применять? Ну, потому что те условия, которые в общем случае являются только необходимыми, то есть там, если у нас есть решение, то. Как найти решение, понятно, условия необходимы только. Вот. В случае выпуклых задач они превращаются в достаточные. То есть они превращаются в некоторый инструмент, конкретно типа рецепт. Делайте вот это, отправить то-то-то-то-то, если получилась победа. Вот. Собственно, про эти условия мы будем говорить ближе к начале октября, наверное, в середине. Вот. Ну, собственно, понятные вопросы, которые возникают, это насколько сложные задачи связаны с выпуклостью. То есть, первое, существует ли сложная выпуклая задача какая-нибудь? И второе, существует ли простая невыпуклая? Как вы думаете? Громче. Сложное решается долго. Энп-сложное. Ну, вот это вбить куда-нибудь все, насколько это широко применимо? То есть, любую ли значит можно вбить, короче. Вопрос в этом, как вы думаете? Я ничего не услышал, я слышал тут. Наверное, нет. То есть, вот это ответ нет, и мы, если будет время, мы более детально поговорим, в чем там как бы зазор между выпуклостью и простотой решения. То есть, есть выпуклая задача, которая, который свой цена по сложной задачи на графах некоторое. вот, и там появляется некоторое выпуклое множество, некоторое специальное, которое сильно хуже, чем все то, что мы будем обсуждать в рамках курса. Вот. Поэтому тут надо как бы держать ухо востро, что называется, и внимательно следить за тем, что у вас происходит. Вот. Ну и, в общем-то, в контексте вот этого, ту задачу, про которую я сейчас коротко описал, ее вам никто не даст никуда вбить, потому что, собственно, для того выпуклого множества, которое будет, оно там нет некоторых необходимых атрибутов, которые позволяют такие задачи быстро решать. Поэтому тут у вас как бы не получится. Так. А вот это? Еще раз кто ничего не скажет, я ничего не услышал. Извините. Некоторые можно. Ну да, ну вот малорангая аппроксимация, которая была пару слайдов раньше, она, собственно, такая же. Вот. Еще задача на собственный вектор, она тоже такая же, потому что... Потому что мы... Не знаю, что это понятно. Или... Нет. Собственный вектор вы здесь не достанете. Смотрите, есть ли понимание, что поиск минимального или максимального собственного вектора, это, по сути, оптимизация на сфере? Или нет? Собственный вектор, знаете, что такое? Так. Отлично. Так. Давайте диктать определение. Ладно. Давайте подробнее. Матрица А. Какая матрица-то? Не нулевой, да. Есть матрица А. Что-нибудь видно? Да. Матрица А квадратная. Это важно. Иначе ничего не заработает. И мы ищем такой вектор, что выполнена вот такая штука, и он не нулевой. это правда. Ну и вот оказывается, что вот поиск, соответственно, лямбда и бэ, то же самое, ну то есть если искать минимальный, ну давайте минимальный, максимальный, неважно. А давайте максимальный найдем. Да, это если А симметричная, вот СН симметричная матрица, при условии, что Х там лежит на сфере. Вот. В общем, несложно показать, что, ну в общем, домашнее упражнение, покажите, что решение этой задачи будет собственный вектор, максимально, соответствующий максимальному собственному значению, вот, для симметричной матрицы. Вот. И, да, если не получится, еще раз подробнее обсудим. Ну план довольно простой, и он опирается на то, что, ну берете произвольный вектор, и поскольку матрица симметрична, то можно разложить в базис. Вот. Раскладываете в базис, у вас получается параметризация коэффициентами. Вот. Подставляете, и получаете оценку сверху на то, что у вас там сумма коэффициентом равна единице, сумма квадратов, и сверху ограничено это все, ну в общем, величиной, которая достигает максимума, когда коэффициент, который соответствует максимальному значению равен единицы, а все остальные нули. Вот. И тем самым доказываете, что достигается максимум. Вот. То есть, это план, рекомендую это все прописать, довольно полезно. То есть, из общих соображений получить то, как записывается решение задачи без там, дифферент производа, без ничего, вообще просто пишите в общем виде, получаете оценку сверху. Вот. Это упражнение. Опять же. Понятно? Что произошло? Или так себе? Ладно, все еще раз подробнее обсудим. Так, в общем, да, эти вопросы были просто к тому, чтобы вы понимали, что даже если вы столкнулись с чем-то невыпуклым, это не значит, что все пропало. Это значит, что надо возможно подумать, посмотреть на что это похоже и каким-то образом адаптирует существующие методы. Может быть там, в общем, есть много вариаций, там особенно задача собственные векторы, там обобщенные задача собственные векторы, там еще что-то есть. В общем, посмотреть на то, нельзя ли как-то это свести к известной задаче и пытаться все-таки ее решить. Вот. Но если как бы не получается, то все плохо. Вот. Так. Ну, в общем, структура задач тоже очень важна, и мы будем обсуждать, как обычно, от простого к сложному. То есть, сначала, как я уже сказал, будем обсуждать безусловные задачи, где ограничений нет. Это я уже про методы сейчас говорю. Вот. Потом все будем наращивать, наращивать, наращивать ограничения. Придем к самому общему виду, поймем, что там происходит. Вот. Понятно, что даже для безусловных задач мы будем сначала смотреть на что-то дифференцируемое, дважды непрерывно дифференцируемое, и потом смотреть, что произойдет с теми методами, которые мы обсудили, есть отказываться от таких требований на функцию. То есть, тут тоже есть некоторые градации. Вот. Ну и, соответственно, если у вас задача безусловная, но вы знаете, что у вас функция, которую вы минимизируете, не просто функция, а она из каких-то кусочков состоит, там, типа, сумма каких-нибудь приятных функций, типа, дифференцируемый и достаточно простой. Что такое простая, будет чуть позже сказано. Вот. То это позволит вам существенно ускорить процесс решения, и мы посмотрим на конкретно такие примеры, там, ближе к середине ноября, наверное. Вот. Ну и, соответственно, если после того, как вы полноценно раскрутили и заиспользовали все, всю специфику задачи, которые у вас есть, то, естественно, подумать о том, нельзя ли это как-то каким-то образом распараллелить, посмотреть, нельзя ли как-то там все это, в общем, ускорить за счет того, что у вас просто много серверов, которые вы все это можете параллельно посчитать. Вот. Это, в общем, наверное, в целом про то, как структура задачи может вам помочь, как с точки зрения теоретического анализа, так и с точки зрения практического решения. Вот. И, в общем, рекомендуется как раз таки, ну, мы более-менее по эту плану и пойдем. Ну, ладно. Это все проведение было. Есть какие-то еще вопросы, может быть? Логическая пауза через 15-20 минут. Нормально. Все понятно? О, отлично. Люди подходят прямо к самому началу какого-то содержательного разговора. Прекрасно. Так, ладно, переходим к любому множеству. Значит, ну, вот определение. Определение очень простое. Геометрия. Геометрия этого определения. Ой, я тут забыл перепилить. Ну, короче, вот это С, это такая же С, как вот здесь. Вот я поправлю. В общем, берем две точки, соединяем отрезочком. Если любая точка из отрезка лежит в множестве, то множество выпукло. Для любых точек. Вот. То есть, давайте немножко пофантазируем, какие проблемы, то есть, хорошо. Какие свойства могут быть у выпуклых множеств? Вот. Топологические, если так можно выразиться. Может ли выпукло множество быть открытым? Замкнутым? А может ли быть с прерывистой границей? Ну, типа кусочек с границы, кусочек без границы. Ага. Это не сломать. А если дугу? А если две дуги разрывные? Ага. А если дугу? А если две дуги разрывные? Ага. Ага. Так, а если, да, да, а если вот многоугольники то же самое сделать? да если квадрата и убрать одну сторону так ладно я не слышу вариантов поэтому давайте нарисую ну короче вот так вот вот такой квадратика вот здесь вот открыто сейчас секунду 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 вот так да но они же лежат вот этой границы принадлежат да тогда плохо если вы кого-то хорошо ну наверное да да окей так ну и там типичные не выпуклые множество какие типа шарик собственно это напрямую реферирует тому что написано выше понятно что не выпуклое множество типа берете две точки до соединяете и существует . которая не лежит на на круге ну это же самое там то есть любые эти границы только границы без внутренности они не выпуклые ну собственно поэтому вот то есть так сейчас то есть вот это это в точности вот это понятно что многомерие шарик там радиус 1 без внутренности ведь и равно 1 единица вот так еще она бывает что как будто ученик такой вот да там классический тоже примеры какие-то эти две точки до соединяете получаете что здесь что сказать проблема вот это про немножко картинки чтобы было плюс-минус понятно как об этом думать вот так это было бы это было определение вроде все пока не сложно для нас вот например многоугольник гиперплоскости ладно понятно шары до шары в любой норм будут работать наверное семинарах уже все было поэтому сейчас скажете почему в любая норма годится нет проще мудрите баня из треугольника да конечно представляете вот это определение нормы получаете на из треугольника и получается что так я вижу что надо пояснить да не очевидно поднимите рукам очевидно так ну то почти вроде бы все так вон тут одна строчка все напишу я вижу просто кто еще руки не поднял поэтому так не очень хорошо ну и смотри что происходит наше множество x из rn так это н такие что вот так это р норма любая не только 2 вот мы берем две точки типа у и в и они все лежат в x то есть мы у нас есть вот так вот ну а дальше просто берем их так называемую выпуклую комбинацию вот альфа от нуля до 1 на плане раз треугольника все ну дальше понятно так все надеюсь у всех вопросы должны были пропасть сейчас а если пропали лучше крикните что ничего не понятно все переходы понятно окей супер вот в общем про норму еще сегодня здесь всем поговорить более подробно вот да но самый на них хитрый пол симметричный положительно определенной матрицы пол определенной тоже годится ну то есть понятно что просто строго положительно определенные это в некотором смысле множество типа ну открытое что у нас можно бесконечно стремится и не доехать до границы до нуля вот а ну в общем тут плюс минус ну проверяется абсолютно аналогично по определению да теперь собственно вот это все проверять по определению и вот это все многомерие сразу предупреждаю поэтому вы когда есть что-то будете делать то рассмотреть случае она равно двум недостаточно надо как бы уметь уметь работать в р.н. это важно кажется это более меня свой навык который надо приобрести спустя там несколько недель что-то когда вы будете делать что научиться думать в многомерном пространстве как-то представлять картинки и уметь с ними вы делаете не какие-то выводы вот теперь про то что можно сутку множествами делать вот можно их пересекать причем можно писать сколько угодно раз вот тут вот специально такое вот индексное множество и большое которое может быть там типа бесконечным сколько угодно раз никаких проблем с выпукла все результаты не будет вот и собственно этим мы будем активно пользоваться в когда будем пытаться что-то геометрически объяснить то есть у нас часто будет типа какой-то алгебрический объект типа функция и его типа геометрическая какая-то какой-то аналог которым полностью соответствует и делать вывод о свойства функции мы можем делая вывод о свойстве этого самым геометрического аналога такая вот такое взаимосоответствие будет вот поэтому полезно разными способами объяснить и живее чтобы как бы осознавать связь между ними и возможно какие за факты будут проще всего объясняться одним образом какие-то другим вот поэтому тут чем больше вариантов и интерпретации вы осознаете тем лучше ну доказать довольно простое не просили на доске бы выписывать ну ладно один раз попробую может может быть тут просто буквально пять строчек берем две точки из вот это множество раз они в эту в этом множестве лежат то они лежат в каждом из цитах потому что пересечении вот поскольку они лежат в каждом из цитов то берем их выпуклую комбинацию z вот поскольку все цветы выпуклые то z лежит в каждом цитам по определению вот но раз она лежат в каждом цитам то и во всем но что она лежит потому что пресину поперись по по свой спрещению конец при этом сколько сколько их тут вот что тут мощностью и в все до неважно то есть как будто бы довольно просто но это просто так сейчас предсказать в общем пересекать выпуклое множество мы будем довольно часто и про вот это свойство очень важно помнить вопросы какие-нибудь четыре шага я надеюсь что на доске на на слайдах не сложно за этим было проследить вот так вопросы окей да линейные линейные выпуклые множество можно делать с ними линейные преобразования вот что это значит и значит на самом деле довольно много потому что под линейными преобразованиями мы будем подразумевать любой линейные преобразования расширяющая размерность понижающая размерность вот то есть все что хотите вида вида а x плюс b все годится вот то есть проецирование там как-то я не знаю кто знает антоним проецированию если знаете крикните я бы был условно круг вы его в сферу превращаете ну это конечно не плохой пример но очень был какой-то на плоскости выйти по 3d делаете множество вот что такое все слайды в общем-то выложены фотографировать можно не фотографировать вот посмотрим сейчас почему это правда есть выпукло множество две точки как обычно и дальше важно понять что он доказать то есть что значит доказать что образ при отображении является выпуклым вот тут вот сейчас будет не очень такой может быть легкий момент то есть отображение у нас есть и дальше мы покажем что выпуклая комбинация образов по-прежнему принадлежит отображению образу отображения что это значит это значит что для выпуклой комбинации элементов из образа надо найти такую точку из исходного множества который отображается в эту точку короче вот такая вот немножко история но нарисовать картинку или понятно лучше нарисовать ну давайте нарисуем вот тип 2 множество тип c и нам нужно показать вот эту выпуклую надо вот эту выпуклуюсь под вопросом вот и надо то есть берем здесь две точки то есть пользуемся определением это некоторое фото x от некоторых от y соединяем их произвольную стрим отрядчик и надо показать что вот эта точка некоторые в вот вопрос принадлежит ли она и по цену вот что значит проверить вот это вот и начать знать что вот здесь должна быть какая-то точка в с чертой которая перешла вот в эту точку в то есть она где-то может лежать то есть где-то есть точки там условно x и y давайте нарисую y и x чтобы они чтобы они типа вот так вот как-то отобразились вот как тут что угодно могло произойти как-то развернуться повернуться масштабироваться на неважно вот важно собственно предоставить тот самый прообраз который будет давать точку из выпуклой оболочки точек из образа так понятно еще происходит отлично но это вот это делать уже просто абсолютно логибраически то есть просто берете подставляете и доказательства они в общем не так чтобы арки сложные то есть берем просто что мы хотим альфа фото x плюс 1 минус альфа фото y что это такое подставляю что такое фото что такое фото y раскрываем скобки пользуясь линейностью заметьте никакой обратимости там квадратности вообще забыли получаем что а умножается на вот это и плюс b внезапно оказывается что поскольку исходное множество выпукло то вот это тоже некоторые точки зубка множество который обозначен z плюс b это f от z получаем что вот собственно вот эта точка действительно является прообразом вот этой точке из образа реально конструктивно построили для любой точки из выпуклой комбинации точка из образа поэтому этот самый образ будет все снова выпуклым понятно и рассуждение а когда был страшно а что было неизвестно нет все доказательства по крайней мере почти все они будут предельно инструментальные то есть уберете просто вставляете что-то делаете что получается просто надо в некоторых нужно чуть больше преобразование дело чтобы что-то полезное увидеть а некоторых чуть меньше поскольку у нас только вторая лекция тут надо всего ничего сделать так вопросы зависит от того что для вас концептуальные доказательства ну скажем так я буду стараться их избегать всячески но может быть в некоторых местах придется там что-то замечать угадывать но общем для запоминания и дальнейшего применения подобного рода факты они обычно очень тяжело используются вот а если как бы вы процессе доказательства нарабатывайте техник который вы просто у вас в руке она то как бы в дальнейшем вы ее вряд ли забудете так ладно это значит значит это линейное отображение ну то есть из этого памятуя а вот этих вот множествах очень легко следует что всякие липсоиды это тоже выпуклое множество потому что это афины приму линейное преобразование шаров у вас был шар вы его там растянули сжали параллельно перенесли повернули еще что-то с ним сделали получили эллипс вот и это вот тоже будет и потому что просто по страну вот в силу всех тех двух двух фактов то получается которым обсудили вот так что еще можно делать можно всяческие суммы и разности их из них конструировать для сумма минковского это почему такое вот множество то есть просто берете берет берется два множества и все по парные суммы считаются и так собирается новым множество вот очень просто то есть это не декартово произведение это немножко пар это вот именно просто вот как-то условно два отрезка берете каждую точку складывать каждый получать новый отрезок и это вот этого сумма в общем полезное упражнение чтобы немножко привыкнуть ведь не простым нож там типа шарики кружочки ну типа эллипсы границы без границ прямого эти квадратики по складывать каким-то другими множествами по речи происходит возможно ну то есть не всегда и интуитивно сразу понятно что будет происходить это множество деформируется вот ну и собственно утверждение такое что если вы два выпуска но что сложить таким образом то получите выпуклое множество вот ну и делать то что тоже по определению берется две точки которые здесь лежат то есть одна пара точек будет у нас с крышками а другая стиль деми а вот и надо показать что вот такая вот . для произвольного альфа 0 до 1 тоже будет лежать в c ну тоже берем подставляем поскольку мы знаем что такое x с крышкой что такое к стильдой подставляем группируем получаем две новые точки которые соответственно относятся к первому множеству и ко второму множеству каждый из них выпукла c12 поэтому результате получаем что у точки опять же из суммы минковского есть соответствующая . каждым из множеств суммы как суммы которых она является понятно то есть идея опять то же самое просто воплощение немножко отличается вот ну и соответственно можно брать линии комбинации то есть более такое широкое что ли широкий набор преобразований можно вычитать можно на число умножать любые ну умножение число такое же то есть просто поэлементное получать новое множество вот да прекрасно перерыв очень уместен это будет чуть менее простая история продавание вроде разобрались следующее отображение называется перспективным такая хитрая штука берем и делим все элементы входного вектора из р.н. на последний элемент который должен быть не отрицательным вот получаем вектор размерности уже не минус один ну тут как бы единичка на самом деле но и отбраску что она всегда единичка вот вот такая вот такая вот операция вот и утверждение такое что если вот такому а такой операции подвергнуть выпуклое множество то в результате вы снова получите выпуклое множество вот доказательства чуть менее приятное вот но иди опять та же самая берем две точки отображен образы у них вот такие вот то есть их делится на свою последнюю компоненту и y на свою последнюю компоненту ну а дальше надо найти такой то это чтобы было выполнено такое вот равенство ну в общем тоже упражнение на дом берете переносите и в три строчки примерно получаете то чему равно это и в процессе этого вы увидите что силу того что здесь альфа 0 до 1 у вас это тоже будет от 0 до 1 вот то есть тут как бы некоторые машинерия такая не очень не очень изящно и скажем так но ответьте мне не получается просто приравниваете компонентами для иксов ну который стоит перед иксом и перед игреком после там райса 2 дробей и вперед да почему именно больше для того чтобы вот здесь вот ничего не сломалось про знак скорее всего ну в общем видимо скорее всего для некоторую универсальность и унификации того чтобы дальше происходить поэтому в общем вы можете на минус единичку сначала до множить а потом ну понятно вот так окей в общем вот это рекомендую как бы прописать вот это нам еще понадобится когда мы про функцию чем говорить и про конус соответственно тоже так да в общем комбинации того что было на предыдущих двух слайдов называется дробно линейное отображение вот такой вот выглядит иметь области определения неотрицательные знаменатели вот матрица опять же может быть прямоугольный вот ну и понятное утверждение что такое отображение тоже будет скорее насколько очевидно доказательства вы что нет и по определению тут уже похитрее по определению сложно делить надо мне не просто сложить вычесть ну да смотрим на линейную функцию такого вида так надо ли еще что-то сказать после этого немножко операции с блочными матрицами век ну с мощными матрицами да то есть вот это а эта матрица c транспонировать строка б это вектор до число если мы получаем же от x это такой вектор блочный a x плюс b а внизу число c tx плюс d так а сейчас насколько очевидно да потом просто берем перспективный от вот этого и получаю супер позицию преобразований к турбер позиции отображение которое не меняет выпуклость конец осознали тогда смотрите еще раз вот у вас получился вектор да это образ и образ уже отлично а теперь вы этот вектор берете и шкалируете по последней компоненте которая равна ровно c tx плюс d композицию да я как написал отображение образа совпадает а ну персеки отображает образа ну покида чем дважды на на может быть перри формулировать действительно вопросы то есть важно уметь видеть как бы у вас может быть какая-то супер сложная задача важными дробить на кусочки и смотреть что происходит на каждом этапе вот в общем был x стала вот так потом взяли поделение то возможно почти наверно называется вот это вот будете как-то применяться так дальше или еще ходить чуть уточнить до переходим к ну сам конусу в общем конус это такое множество просто конус пока что вот которая берете число умножаете берете вектор умножаете на не отрицательное число получаете элемент из конуса все как обычно более-менее там 0 понятно должен лежать вот понятно почему и не очень да над это 0 на 1 можно нож получить 0 ну надо чтобы лежал вот ну конус понятно могут быть не выпуклами например может кто-то привести ну да да вот надо просите после руками понятно ну то есть берете модуль x отражаете и вот все что между нарисовать очень понятно вот типа такого вот так и вот так и вот 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 это все конус но от него какой если взять две точки вот что-то вот здесь и вот здесь соединить и тут будет провал ну короче пример нему плава конуса вот я да я уверен что вы можете сами придумать довольно много разных конструкций вот поэтому как бы делают дополнительно требования на выпуклость вот и еще одно упражнение проверьте что соединив вот это определение с тем определения выпуклости которое было это все дело можно свести вот таком определению что конус будет выпуклым то есть немножко будет выпуклым конусом если взять два положительных числа и потребность чтобы для любых двух точек их сумма с этими положительными двумя числами лежала в конусе вот то есть заметьте что тут как бы нет уже никого один минус альфа альфа это все вот как бы супер позиции с вот этим вот определением привело к вот таком вот результат в общем выпуклые конусы наверное основной объект который нам дальше будет нужен вот наверное на лекциях на семинарах возможно потому что будут доминировать но в общем очень вы увидите все в чем тут дело вот ну очень важные конусы которые нам будут нужны ну и на самом деле чуть больше но основные три вот не отрицательный октант просто все элементы и отрицательные вот и этот конус фигурирует зачисление программирования конус 2 порядка это вот такая вот типа штука еще его называют типа конус похожий на мороженое айскрем каун понятно почему нет непонятно можно про мороженое это попроще наверное ну ну смотрите ну вот просто в 3d если то вот здесь у вас будет x1 x2 будет т вот и этот конус это как бы при фиксированном т такой типа или ну шарик и похоже на типы окончить мороженое вот поэтому что что ну в общем ну наверное привычном понимании он как бы стоит на какой-то плоскости и вот такой совсем привычным что вот это да смотрите то есть конкретно вот этот он для 2 но можно любую другую норму посадка тоже ничего не сломается а вот но сейчас скажу если вы поставите первую или бесконечность то по моему если я правильно помню это все сведется к вот этому вот этому и типа линейным ограничением то есть вот появление здесь двойка не случайно короче говоря двойка дает некоторую новую более широкую формулировку нежели вот вот это вот собственно это конус для задач second order con программе то есть задача оптимизации на консе второго порядка вот и все что будет как так или связано с квадратичными формами в ограничениях и еще чем-то квадратичным она будет переписываться вот через ограничение принадлежит некоторого вектора блочного там скорее всего вот такому конусу вот ну и последнее самый наверное общий конус симметрично положительно полу определенных матриц вот это собственно такие же задачи sdp 7d пинг-программинг вот насколько очевидно что все это конус и странный вопрос нужно ли все нужно ли нужно поднимите руки если ну если нужно показать что все это конус и всем очевидно вот это очевидно да а последний очевидно наоборот но вот определение давайте просто и посмотрим внимательно берем две матрицы каждая из них положительно полуопределена так ладно устно не получится давайте напишу нам надо что-то что-то сформулировать так то есть матрица ну типа x1 x2 да а давайте я это напишу и отличный вопрос берем ой типа ну вроде вот так стало ли понятно сейчас погодите вот так это значит что вот это больше либо равно 0 это больше 0 это тоже больше 0 или вот так ну сумма симметрично симметрично произвольный вектор определение записали что такое положительный полуопределенность помнит все так понятно что нарисовано почему это как-то поиск так вопросу вообще то происходит так теперь вопрос про симметричность поскольку мы работаем в р.н. то для положительной определенности симметрично положительно полуопределенность некоторое цельное словосочетание которое как бы неразрывно вот если бы мы отказались от р.н. то от симметричности можно было отказаться если бы потребовать в определении то что было бы для любых векторов из т.н. а не из р.н. вот но это в общем детали некоторые технически вот мы живем в р.н. поэтому 7000 там будет нам нужно почти всегда будет надеюсь я ответил худо-бедно вот окей про первые два конца понятно да почему это конус и выпуклый то есть здесь вообще по моему типа чиселки поскладывать а здесь опять же не раз треугольника на спасет так все живы все в порядке все понятно дальше кей еще одно понятие которое ну надо упомянуть видео не хорошо вот но мы с ним потом в дальнейшем встретимся не так чтобы очень часто вот выпукла оболочка тут вот три формулировки определения которые в общем-то доказывается отдельно сам на страничку наверное что это одно и то же вот но чем берем все точки строим всевозможные выпуклые комбинации получаем некоторые новое множество которая с оболочкой наверное но тут тут важно вот красненьким выделено ограничение на коэффициент вот наверное наиболее бы важные с практической точки зрения использования этого объекта это если у вас есть не выпуклое множество то вы берете строите выпуклую оболочку решаете значит на нем на этой выпуклой оболочки а потом пытаетесь что-то понять про то как это решение соотносится с элементами исходного множества в надежде что как-то можно там что-то подкрутить и аппроксимировать на самом множестве вот ну типа есть бинарные векторы вы ослабляете ограничение просто на то чтобы там отрезочки от 0 до 1 вот и потом смотрите что получилось вот так высокоуровнево как это работает вот да вот я только что это проговорил так в общем главное по лекции которая должна была закончится прошлый раз мы обсудили что такое различные постановки задай что такие что такое целевые функции допустим множество ограничения примеры посмотрели что такое полное множество обсудили только что и некоторые стандартные способы определения выпустим множество тут вот есть литература но она в основном по первой половине под про то в общем в целом какие задачи существуют какие области есть в общем есть интересно можете посмотреть чем там пролистать все это по моему почти все доступно просто пдф очка вот очень для скажем так для осправки так вопрос есть и нить по вот этому громче да все порядка так слайды выложены чего вы зачем как бы ну или как в общем как хотите окей дел ваши я тут красным потому что условно помимо выпуклых еще конические есть афинные и вот в них вот эта штука отличается то есть в конических у вас нет вот этого требования что что громче можете спросить нет что как бы это важно то есть у них у всех вот эта штука одинаковая вот это отличается но в общем я просто оставил чтобы вы обратили внимание что вот ограничение на коэффициент тут вот такие вот так окей можно дальше продолжать так интересно да вот красота короче да все правильно поговорим про прижженный конус сегодня за оставшееся время на этом больше не иначе не останется напоминаю что такой конус и только что было вот это все а вот теперь что такой спряженный конус или там двойственный ну обычно говорит спряженный ладно значит вот такое хитрое множество которое требует наличия скалярного произведения между элементами исходного множества понятно то есть мы берем все такие векторы матрицы что их скалярное произведение со всеми элементами из конуса будет отрицательным вот да конечно да давайте вот тут у насчет рисовали уже так сейчас секунду так тут действительно 2 так вот так ой вот так ну то есть вот был например конус вот такой да вот ну и как бы как понять где лежат все элементы у которых ну скалярное предположительно значит угол не тупой вот ну достаточно провести нормали к направляющим вот ну и сказать что вот все что между ними будет сопряженным курсу окей так понятно пример давайте вот а плохо видно наверно хорошо видно был синий конус видно и нам нужно еще раз я определение рядом напишу и такие игреки что скалярное произведение вот такое для всех иксов из конуса скалярное произведение не отрицательно значит что угол не тупой так для всех элементов какой бы элемент вы не взяли у вас получится что угол между одним элементом из сопряженного конуса и всеми элементами из исходного конуса не тупой поэтому берем как бы предельные некоторые векторы и относить них строим остров строим прямые углы чтобы все что между ними попадала в нужную нам область сейчас секунду перейдем секунду любой для многомерных это все рисуется сложнее поэтому здесь так да в многомерии просто берется и гибрички показывается берутся берется произвольный игрек берется x и учитывая какими свойством лет x строить цепочка не равен с которой показывает что для всех иксов такие то игроки подходят это некоторые общие пайплайн скажем так да просто в том что не все конусы так просто описывают ну почему там в общем я думаю семинарах вы полной программе столкнулись с проблемами которые возникают от подобного рода казались в общем первое свойство но очень-то неудивительно что сопряженный конус это конус вот наверное это несложно просто увидеть причем даже наверное туда выпуклый более того а да тут он еще и для любого конуса выпуклый тут уже интереснее ну вот смотрите давайте быстренько ну объясните почему выпуклость исходного конуса не важно для выпуклость и сопряженном во правильно потому что самом все множество это пересечение гиберплоскостей а мы знаем причем там бесконечно много а мы знаем что бесконечно пересечении на выпуске ломает полу плоскость выпукло множество все победили так слишком быстро но смотрите вот эта штука задает полу плоскость для каждого фиксированного икса это полу плоскость а теперь мы берем чтобы это было выполнено для всех иксов нормально как бы она относится к исходному конусу а элемент полу плоскости относится к двойственному конусу вот и получаем что получают по множеству да да абсолютно тут как бы абсолютно прямолиния все вот ну кстати про выпуклость наверное может тоже попали сказать для насчет писать а для ну чем это выхал санта чего я говорил что можно поставить по определению взять два элемента там неравенство получить вот а можно просто просто посмотреть понять что это гибер плоскости искать а вот и нас есть свойства и конец в общем тому что больше на последнее свойство скорее такое более на тут получше представить нежели использовать на практике такое что если у вас один конус лежит в другом то для сопряженных выполнена обратная то есть они как бы тот кто меньше как бы сам по себе для него спряженный больше вот ну доказывается тоже две строчки либо даже в одну просто смотрите на определение смотрите кто ком лежит и для какого неравенства будет выполняться вот и все то есть тут ну и думаю что все справиться ничего сложного нет абсолютно там два или три логичных перехода таких типов общем ну что для иксов из если выполнен для иксов из к 2 то выполн точно для иксов из к 1 и поэтому как бы выполнена в обратную сторону включений вот да важно определение еще что если конус впадать если сопряженный конус впадает с исходным то это называет самый спряженный конус что довольно неудивительно так ну и понятно что у нас будут самый спряженный конус и три штуки собственно они мы с ними уже столкнулись вот но значит для того чтобы как бы на этом дойти надо вспомнить узнать что такое спряженная норма вот определение это определение то есть зависимость от норм она сидит вот здесь том по какой норме считается шарик вот ну и стандартные пары первая норма спряженная бесконечная 2 сопряжена сама себе бесконечность ружина 1 но здесь я первый спряжен бесконечный вот вопрос такой понятно ли как доказывать вот это ну то есть как находить что супремо там чему-то равен был возле не такое в чем там техника основная не был окей идея следующем вот эта штука вот выражение она для него строится последовательность оценок сверху строится 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 цель избавиться от супреума получить поражение который зависит только от зад это будет собственно выражение для 2 для без сопряженной нормы вот это оценка сверху а потом надо предъявить такой вектор на котором эта оценка достигается и тем самым вы да вы покажете что ну как бы это величина действительно равно ступремому они просто типа какая-то оценка сверху завышены два шага сделать ну для 2 нормы наверное это будет проще всего почему как вы думаете нет для определения вот неважно это просто некоторые вот есть определение дальше там кто чем порожден это неважно это уже большая наука какая-то сложно все сильно проще первый курс нашу школу для кого-то зависит от школы какая цена к сверху на это выражение будьте здоровы чего чего то есть соединение погодите вот это z вектор x вектор x вектор x вектор норма что первая норма почему с какой-то поле конкретной не функции нормы еще раз нет вот сюда вы ставите цифер q1 вот сюда и получать что вот это супермом равен бесконечной норме от z вот что он показать ну я написал максимально как бы типа define вот типа вот 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 эта штука вот она вот она равна вот этой штуке если норма первое просто подставить определение непонятно вот здесь написать да вот здесь написать так вот же ну нормы и норма сопряженную смену со звездочкой вот они как бы две пары просто я же не могу писать для каждого для каждой пары что-то и бесконечность буковка наверно плохо ладно короче возвращаясь к второй норме он там ну и прелесть по отношению ко всем остальным то да можно сверху ограничить произведением норм z и x а этот супремум супер на скалярном произведение меньше ли брайн супер определен норм а для x а у нас есть ограничение что это норм меньше равна единице поэтому он уходит и остается ограничение сверху на норму z вторую по-прежнему а дальше но я думаю все справятся предъявить такой икс на котором все . неравен достигается равенства и все победа вот как бы весь весь как бы ворклоу в этих всех историях первый бесконечно чуть посложнее там надо что-то выносить ну как бы в общем я верю что вы справитесь вот но в общем просто со 2 не кажется наиболее идеологически просто но это без технических деталей слишком подробно вот самосопряженный конус теперь не отрицать на октант ну давайте на его примере просто это легко показать ой лишь прощение так ну вот у нас что исходный конус это все такие иксы которые не отрицательны да вот ну вот нам надо теперь найти все такие игреки что их транспонирована сексом больше равна нуля любого икса из rn плюс да им тут как бы да вот спрашивали про олимпиадные доказательства вот здесь они в некотором смысле олимпиадный в том потому что зачастую вы так типа смотрите сначала на это понимаете что она и ответа это такой а потом начинаете доказать либо от противного либо еще как-то что носить на такой вот тут вот в этом плане не очень приятно но в общем так понятно ли что из этого следует что y тоже должен быть rn плюс или нет да нет поднимите вы кому непонятно ну давайте допустим не из рн плюс что это значит это значит что есть какой-то элемент который отрицательный так а раз есть элемент который отрицательный то есть некоторый индекс возьмем и соответствующий x с этим индексом сделаем бесконечно большим настолько большим что знак сломается все да можно и так ну в общем короче можно найти вектор кат на котором будет ломаться знак как уж его там найти я думаю много много вариантов так стало ли понятнее прекрасно так за лист это значит первый самый спряженный конус 2 это конус второго порядка и вот здесь я бы наверное сказал следующее что ну общий результат я думаю понятно какой то если у вас конус порожден какой-то нормой то его сопряженный конус порожден сопряженной нормой короче такая вот типа двойственность вот поэтому раз 2 нормы сопряженная вторая норма то и конус и понятно будут самоспряженными вот так а понятно что конус порожденной нормой ну это просто конус которого здесь не двойка просто какая-то другая норма стоит ну в общем там то есть у вас эти сечения которые я вот рисовал шарика мороженого они там типа ромбики квадратики там как-то странные фигуры могут быть в общем понятно я думаю нет погодите вот это это один конус это второй конус я просто говорю да я просто говорю что вот это конкретно второй норм он самый спряженный но для произвольного конуса порожденного нормой напряженный это конус порожденный сопряженной нормой а поскольку для второй нормы она сама сама себе напряжена то иконы бы там спряженной короче такая вот многоходовочка так сказать так давайте пока доказательства этого замечательного факта я оставлю возможные вопросы пришли по депкой вот он там довольно муторный не особый день и но более интересно конечно сама спряженность конуса положительных полуопривных матриц и связано на в основном с тем что надо скалярное произведение определить да в общем идея в следующем если у нас есть две матрицы то их скалярное произведение я вот тут такими с кубочками обозначаю это вот так этот след но поскольку они у нас все там типосы симметричные будут то наше скалярное произведение для типа симметричных матриц понятно что будет просто ик на игрек вот я думаю понятно почему такое определение или нет понимаете в общем время такое это просто вы взяли вытянули матрицу вектор длинный n квадрат и посчитали обычно скалярное произведение на самом деле вот получили вот это упражнение расписать это по компонентной убедиться что это действительно то что чем я только что сказал так теперь надо как раз я думаю за пять минут же еще есть я шикарно попробуй за пять минут успеть но есть не успеешь еще раз продолжим с этого так что он дальше а все отлично так окей ну то есть давайте покажем что ну да я забыл сказать что есть вообще-то на двое стороны показывать вот так ну в другую сторону совсем очевидно что но вы положительные чиселки складываете у вас получается не отрицательное число вот в другую сторону надо что сказать противного вот ну давайте значит опять же в одну сторону посчитаем то есть пусть у нас x из sn плюс y оттуда же и посчитаем их скалярное произведение поймем почему у него такой знак вот тогда ну ну что такое наверное причем и предложили по собственным векторам вот таким вот образом то есть вот типа y это лямбда большое q транспонированы 1 и записанная типа в векторном виде тоже упражнение осознаете почему так можно сделать ну и да и лямбда типа диагональная диагональная с лямбда 1 там лямбда n они все не не отрицательно так понятно почему не отрицательно да 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 именно так все понимают почему это правда почему из того что матрица симметрично положительно определенно следует что ее спектр не отрицательный не слышу хором до надо плана показать не надо давайте что высоты 2 нет погодите утверждение из линии алгебры матрица симметричная существует базис и собственно эффекторов поэтому она представляется виде собственного разложения по ним вот в таком вот видео окей продвижка я не понял честно говоря чтобы имели ввиду а так ну да чё там просто был вопрос а про то почему из того что она положить на определенный то есть вот так давайте y да ну и поскольку она положительно определенное то по определению вот так ну вот это некоторые новые виктора z там увы давайте вот ну и получается что диагонали должно стоять что-то понятно да еще происходит или нет ну то есть вот эта штука это ничего не успел ну ладно у это в квадрате лямбда и то и поскольку вы собственный вектор может там как-то отшкалировать ну вот вектор y то если хотя бы одна лямбда и ты будет отрицательная то вы можете знак сломать опять же так понятно что произошло или так себе то есть еще раз была симметричная матрица взяли из-за базис собственных векторов этот собственно разложение воспользовались определением положительной определенности обозначили то что получается при переходе в базис и собственных здоров за у расписали муляем лямбда диагональной матрицы расписали по компонентно как у это в квадрате лямбда это если и эта штука должна быть не отрицательна если хотя бы одна лямбда будет отрицательной то у это можно загнать с помощью выбора y плюс бесконечность минус бесконечность и все пропадет знак сломается все это про спектр ладно все тогда все еще раз на это с этого начнем все это проще